всем привет помните лет 8 9 назад продавался у нас такой небольшой седан nissan almera classic он был достаточно сдержан внешне обладал просторным салоном неплохими потребительскими качествами и самое главное предлагался за вполне доступные и конкурентоспособные деньги свое время даже я всерьез рассматривал вариант его покупки эх много времени с того момента прошло но сейчас не об этом а новым для нас сидание nissan центра в какой-то степени он с альмера являются дальними родственниками в одном из поколений они даже пересекались между собой было это в начале двухтысячных но сейчас альмера стала поменьше и предлагается она в основном для рынков стран восточного региона в то время как центра была нацелена на рынок штатов и собственно так и появилось ее имя еще в 1982 году ведь в девичестве это nissan сани но давайте ближе к делу и так сегодня мы будем внимательно присматриваться к дизайну новинки изучать комплектацию и простор в салоне замерять сантиметры до днища и секунды до сотни и просто кататься по городу за время выпуска моделей география ее продаж и собственно производства значительно разрослась и на сегодня центру уже седьмого поколения собирают на заводах nissan в 7 странах на разных континентах тестовый автомобиль собран на заводе в ижевске в россии хорошо это или плохо решать лично вам и об этом вы можете рассказать нам в своих комментариях а мы же в очередной раз постараемся беспристрастно протестировать эту автомобильную новинку автомобиль мы получили первыми едва ли не раньше чем стали известны цены и комплектации но мы все подробно разузнали и так центра предлагается с бензиновым мотором 1 из 6 с механикой или вариатором на выбор и в пяти различных комплектациях базовая с гостеприимным названием welcome у нас оценена в 16100 долларов она отмечу доступна только с механической коробкой набор опций минимален кондиционер подогрев передних сидений зеркала с электроприводом и обогревом и просто аудио подготовка следующая версия это комфорт за 16 с половиной тысяч в которой появляется магнитола и возможность выбора типа коробки передач затем идет более богатая elegance за 17100 в ней добавляются боковые эрбеги двухзонный климат-контроль подлокотник сзади аудиосистема на 6 динамиков противотуманки и 16 легкосплавные диски доплатив около 900 долларов то есть до 18 тысяч 100 которые просят за версию elegance плюс connect мы получим также датчик дождя света салонное зеркало с автозатемнением систему бесключевого доступа и запуск кнопки камеру заднего вида а также мультимедийную систему с цветным сенсорным экраном и навигацией названные цены справедливы для седанов с механической коробкой а если вам нужен вариатор то придется доплатить порядка тысячи трехста долларов ну и максимальная комплектация вот такая как у нас на тесте tecno возможно только с автоматической коробкой передач ее стоимость приблизительно 20 половиной тысяч почему кстати приблизительно потому что все цены мы даем по коммерческому курсу на сегодняшний день поэтому на день выхода теста они могут ну немножко но отличаться так вот за двадцать с половиной тысяч долларов вы получаете точно такой автомобиль в максимальной комплектации куда помимо всего вышеперечисленного входят еще боковые подушки шторки круиз-контроль ксеноновые фары и 17 литые диски а также кожаный салон внешне центра выглядит элегантно и богато более того издалека ее вполне можно принять за более старшую tiana их схожесть просматривается во всем от оформления передней части до линии бокового остекления и задней оптики но лично мне центра почему-то нравится больше если вам тоже то ставьте лайк под роликом а так вот и корма и боковина здесь оформлены элегантнее и красивее потому что более заметно вы штамповка богаче выглядит задняя оптика ну и в целом если говорить о пропорциях то даже длинная колесная база в 2 и 7 и общая длина в 463 не портят впечатление об автомобиле я имею ввиду визуально не растягивают его потому что ширина здесь выполнена пропорционально то есть центр не смотрится таким вот автомобильчиком на поднятых высоких колесах на дороге она воспринимается достаточно целостно салоне центра продолжила радовать глаз передняя консоль своими плавными линиями словно успокаивает и настраивает на миролюбивый лад и интересно выглядит вот это вот вогнутая центральная часть сами материалы тоже неплохо подобраны например верхний этаж торпеда выполнен сплошь из мягкого пластика мягкие также боковины на дверных картах и интересно вот это вот вставка возле селектора рычага тропки передач до он немного выделяется на общем фоне зато не марки на нем не видно царапин и он вносит свежую струю в оформлении интерьера но куда важнее что салон собран добротно и без видимых огрехов качество подгонки деталей равномерность стыков и в целом аккуратность исполнения достаточно высокие и я вам скажу этому вопросу мы уделили немало внимания хотели специально к чему-либо придраться что-то найти но признаюсь нам это фактически не удалось за исключением одного момента вот здесь вот на спинках передних кресел шовный стык выполнен несколько грубо и это очень заметно особенно задним пассажиром но это пожалуй все инструментарий водителя прост начитается отлично в любое время суток подсветка здесь приятная белая экран борт компьютера не маленький но его площадь используется не полностью никаких графических наворотов здесь нет только цифры но считывается информация опять же легко руль у центры тонкий в своем хвате зато на нем сосредоточены клавиши управления вспомогательными функциями причем если не начиная с самой базовой комплектации это очень удобно что касается их расположения и логики и вообще понятности всего этого хозяйства то она на высоте то есть клавиши удобные и буквально с первой поездки я сразу разобрался что за что отвечает касательно регулировки руля она здесь присутствует и присутствует в двух направлениях как по глубине так и по углу наклона но вот по глубине мне бы хотелось чтобы руль регулировался дальше чтобы его можно было больше выдвинуть на себя даже мне с моим ростом метр восемьдесят два ее не хватило и рослым более рослым водителем это проверено и и также будет не доставать компенсировать это можно с помощью регулировки сидения по высоте но и здесь я нашел к чему придраться не хватает регулировкой поясничного подпора с другой стороны мне понравилась глубокая посадка подушка изначально немного наклонена и хорошая боковая поддержка а вот у пассажирского кресла регулировки по высоте нет и установлено она априори высоко зачем так стеснили рослых пассажиров непонятно передняя консоль выполнена двухуровневой и на первом из них живет мультимедийная система nissan connect второго поколения с экраном диагональю 5,8 дюйма он цветной сенсорный и в общем то весь этот блок хорошо знаком нам по другим моделям nissan со своими плюсами и минусами ну к минусам я бы отнес то что экран не очень любит яркое солнце а к плюсам хоть и немного устаревший интерфейс и графику но все же максимально дружелюбную и понятную для водителя кроме того он умеет коммуницировать со смартфонами здесь есть возможность установки дополнительных приложений и имеется gps навигация с картами но назовем так ближнего зарубежья то есть несколько стран это грузия россия и страны прибалтики белоруссии почему-то нет ну еще на этот экран выводится картинка камера заднего вида и выглядит она следующим образом на нижнем этаже кнопочный блок двухзонного климат-контроля опять же здесь все понятно доступно и эргономично а на заднем ряду у нас раздолье раздольная по большому счету колесная база в 2,7 метра это не такая уж диковинка и не рекордный показатель например у флюенса короллы или сивика ровно столько же но здесь в центре этим пространством этим местом распорядились очень удачно и поэтому свободного места вокруг моих ног просто завались до впереди стоящего кресла которое отрегулировано также под меня запаса более чем достаточно есть место для ступней поэтому двум задним пассажирам здесь будет очень вольготно но за исключением маленького нюанса опять же не любят внесания почему-то ростных пассажиров если они роста ну моего или ничуть не выше потому что я уже чувствую что фактически уперся в крышу если сюда садит человек метр девяносто или даже два метра ему будет неудобно просто будет подпирать потолок почему опять же высоко установлена подушка заднего дивана мне непонятно ну и что касается третьего сидока то по крайней мере в ногах он не будет сильно стеснен можно расположиться но по высоте та же проблема то есть я очень так уверенно чувствую потолок не самое приятное ощущение что касается дополнительных плюшек кто у нас здесь подлокотник для подстаканниками довольно высокий но в целом удобно да в дальней дороге он будет удобен а пару карманов традиционно есть свои дефлекторы которые можно закрыть или же открыть есть небольшие карманы я бы даже сказал это держатели для бутылок они карманы и вот если говорить о дверных картах то здесь опять же центральная вставка она мягкая а верхняя твердая как и на передних ну немного странно такое решение но тем не менее рука у вас лежит на подлокотнике и вы все время контактируете с мягким приятным на ощупь материалом и так у нас остался багажник и идем его смотреть открыть крышку багажника можно несколькими способами в первую очередь с помощью кнопки с водительского места во вторую с брелока а если вы хотите отпереть ее просто подойдя сзади то у вас опять же должен быть обязательно с собой ключ иначе она не откроется даже если все двери будут разблокированы но ключ у меня есть поэтому не проблема крышка довольно легкая крепится она на простых конструктивном петлях и они вот при закрывании кстати съедают часть объема но объем здесь не маленький 510 литров полезного пространства что называется грузи не хочу тем более погрузочный проем он не маленький как по своей высоте а это критично важно для седанов так и по ширине отделан багажник внутри довольно аккуратно все здесь выполнено без изъянов насколько я могу видеть и под фальшполом а фальшпол вот хлипеньки на самом деле под фальшполом у нас полноразмерное запасное колесо и много голого неприкрытого металла лишь немного виброизоляции но могли шумки сюда добавить я считаю и теперь остается проверить складывание спинок задних сидений я уже подготовился к этому я снял там фиксатор поэтому мне остается просто толкнуть спинку и увидеть что после этого образуется ну я бы сказал огромная ступенька на самом деле которая может несколько стеснить ваши погрузочные грузовые возможности если нужно будет возить крупные габариты и опять же нельзя не упомянуть довольно высокую ступеньку но вместе с этим вы увеличиваете погрузочную длину по своей высоте проем небольшой и он кроме того заужен вот этими вот колесными арками и местом под стойки но тем не менее тем не менее крупногабариты перевести можно вот в принципе и все здесь у нас есть аккуратная ручка ну это приятно и крышка закрывается достаточно легко с одного маха это можно сделать поехали дальше бензиновый мотор 1.6 для ниссановских моделей не нов но это и недопотопный агрегат серии он пошел примерно после 2005 года и мне лично запомнился по таким моделям как кашкай и джук кстати устанавливался он под капоты не только среднеразмерных ниссанов но и компактных таких например как микро а еще его можно найти даже под капотами рено лоджи и докер а силовая отдача в 117 лошадей достигается на 6000 оборотов это максимальное для этого мотора обороты и поначалу я вам скажу центр окажется довольно бодрой и резвой она очень активно берет с места начинает разгоняться но достаточно быстро и скоро понимаешь что на самом деле это немного обманчивое впечатление потому что задор очень быстро стихает и вместо него приходит понимание что для того чтобы ехать активно мотор надо крутить и делать это до четырех пяти тысяч и тогда мы получим скорее больше шума нежели динамики поэтому я сделал выбор в пользу размеренного неспешного передвижения и таким образом нет бы на силу и машину еду так как и это больше всего подходит в таком вот ритме забегая наперед отмечу что центра не нацелена на быструю или активную езду в целом наоборот настройки и основных узлов таковы чтобы вызвать у водителя ощущение управления автомобилем классом выше ну и дабы подтвердить или опровергнуть наши динамические ощущения давайте выясним что говорят сухие цифры и замеряем разгон до сотни конечно центра у нас не спринтер но все же мы решили проверить заявленные характеристики разгона а эта цифра 11,3 секунды до сотни ну что на старт внимание марш итак 12,36 секунды наш лучший результат и в принципе это на секунду дольше да с одной стороны но с другой у нас в гостях бюджетный семейный седан а во вторых автомобиль еще не до конца обкатан будем откровенны и возможно после этой самой обкатки его результат улучшится но так или иначе для машины вполне достаточно но для машины такого класса я имею ввиду и что хотелось бы добавить это динамика торможения здесь мне понравилось потому что все дисковые тормоза не очень уверенно осаждают машину поэтому нареканий не было даже когда я продавливал педаль совсем не до конца на половину но машина останавливалась очень уверенно погнали дальше ну и в целом я вам скажу и двигатель и коробка вариатор нацелены на экономичную езду но конкретнее точнее о цифрах немножко позже а сейчас собственно о вариаторе это автомат джатка который также не первый год устанавливается на ниссановские автомобили и здесь на центре он на работает как и подобает классическому вариатору то есть совершенно плавно и незаметно перебирает виртуальной передачи в обычном режиме он делает это около двух с половиной трех тысяч а если вы будете пытаться как-то более динамично ехать если продавливать педаль до кикдауна то произойдет этот скорее всего тысячах на 4 отдельного ручного режима не предусмотрено точно так же как и нет подрулевых лепестков соответственно но есть режим спортивный и признаюсь честно к нему я почти никогда не прибегал потому что в городе мне хватало того самого кикдауна то есть продавил педаль до пола получил необходимое ускорение чтобы кого-то опередить или обогнать и потом опять вернулся к неспешной езде рулевое управление обладает небольшой информативностью и не самым выраженным нулевым положением но прямую в целом держит хорошо забавно что в повороте он наливается пружинящим усилием пытаясь имитировать механизмы на более дорогих машинах конечно получается это немного не так но тем не менее у водителя всегда есть информация об управляемых колесах об их положении и руль в поворотах не пустой кстати при маневрировании на парковке он не будет самым легким немного силы приложить все же придется подвеска отчасти похожа на рулевое управление своей пружинистости и упругости средние и небольшие ямы и неровности она проходит достаточно мягко комфортно то есть не досаждает пассажирам и опять же у вас возникает чувство более крупного более дорогого автомобиля но когда дело доходит до чего-то уже совсем серьезного то вы скорее всего почувствуете эти ямы эти колдобины и опять же до пробоя дело не дойдет и если говорить вот в целом мягкая она или жесткая то здесь баланс двигается конечно сторону мягкости потому что жесткая ее никак не назовут даже после езды по совсем уж плохим дорогам и вот по моим наблюдениям на сжатие она работает лучше чем на режим поворотах машина сильно не кренится но и драйверской опять же центру не назовешь ей важнее стабильное уверенное поведение чем стремление угодить гурманам управления а еще мне показалось что и в передние стойки макферсона и в заднюю балку конструкторы заложили изрядный запас прочности и еще мне стало интересно каков заложен клиренс давайте замерим мы решили не мелочиться и сразу предложили центре преодолеть 20 сантиметровый барьер из планок конечно же у нее это не получилось но результат тем не менее серьезный 17 сантиметров под защитой двигателя самой нижней точкой днища говоря об обзорности очень хочется начать с салонного зеркала почему с него да потому что в темное время когда сзади меня ослепили колхозным синоном и просто дальним светом она отлично справлялась с этими неприятностями и сама затемнялась признаться честно такая опция в бюджетном в общем-то седане меня удивило ну а если говорить об обзорности как таковой то здесь она весьма неплохая и по наружным зеркалам и по салонным я получаю хорошие углы обзора то есть фактически с минимальными мертвыми зонами единственное что в салонная конечно при трех человеках сзади и поднятых подголовниках обзор значительно сузится но и не критично и что касается передних стоек то вот их можно было сделать немножко поменьше немножко как-то усеченнее или компактнее что ли дабы на поворотах в них не прятались вечно спешащие пешеходы еще добавлю к обзорности что на парковках здорово выручает камера заднего вида она кстати очень хорошо справляется со своей работой в темное время суток поэтому сдавая даже в темном дворе абсолютно не освещенным вы не будете испытывать проблем на ней отмечены траектории но конечно же они не движутся при повороте руля но при всем этом парктроник даже в самой максимальной версии здесь не предусмотрен а жаль он бы не помешал также потому что седанта у нас в общем-то не маленький и сейчас мы добрались до нашего спорного момента до яблока раздора я имею ввиду редакционного спорного момента дело в том что мы не смогли прийти к однозначному выводу какова шумоизоляция в этой центре потому что лично мне показалось что она могла быть и лучше в то время как ярослав говорит например что она хорошая и ему очень даже нравится но опять же делая поправку на относительную бюджетность этого седана на его начальный уровень я бы сказал что она выполнена на хорошую четверку с плюсом то есть есть места где ее можно было бы доработать это в первую очередь колесные арки потому что даже на легком вот таком песке ну я имею ввиду песок который усыпан на дороге у нас встречается часто уже чувствуется как в этих самых арках что-то барабанит поэтому вот такой вот резюме но в целом шумка неплохая то есть вот остальных шумов она ограждает хорошо и кстати сам по себе двигатель если опять же его там не крутить до звона ведет себя вполне мирно и тихо ну и как обещал расскажу вам точнее конкретнее про расход производителям заявлена цифра в 8,1 литра на сотню километров в городском цикле и что самое интересное у нас раз за разом цифра это получалось меньше то есть если город такой выходного дня будем говорить и не очень загружен пробками то совершенно свободно можно добиться шести шести с половиной литров расхода а если пробками с какими-то частыми светофорами то это будут семь с половиной литров и только когда уж совсем у нас восьми семей бальной пробки тогда он дорастал до заявленных восьми литров был даже несколько раз восемь с половиной но тоже такие конкретные заторы а вот сейчас мы передвигались неспешно без особых ускорений обгонов и пожалуйста цифра 5,4 литра как по мне для такого седана с вариатором это очень хорошая цифра ну что ж на нашем рынке наконец-то появляется седан от nissana ведь до недавнего времени предложение бренда составляли кроссоверы внедорожники и пикапы ну за исключением микры и появляется она в самом массовом и популярном легковом классе кроме популярного форм-фактора новая центра подкупает ходовыми качествами готовностью к нашим дорогам просторным салоном и багажникам и конечно же ценой возможно я погорячился назвав ее бюджетным седаном но на самом деле соотношение начинки и цены здесь действительно заманчивая и приятная краткий обзор конкурентов среди которых конечно же дает а корола хендай лантра киа чирата рено флюэнс и шевроле круз показывает что ценовое позиционирование у центры достаточно удачная но в то же время есть с кем посоперничать потому что у того же круза соотношение цена-качество также весьма заманчивая ну и стоит отметить что почти у всех соперников есть хоть какой-нибудь но все же выбор силового агрегата в то время как у центры мотор доступен только один и так новичок на нашем рынке несет фундаментальные идеи хорошего такого добротного седана которые у нас стране по-прежнему любят поэтому мне кажется что своего покупателя этот автомобиль обязательно найдет на этом у нас все удачи вам на дорогах ни гвоздя ни жезла не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки а также делиться нашим видео и конечно же читать текстовые версии тестов на нашем сайте инфокар.ua всем пока а а а Продолжение следует... Продолжение следует...